Иван в этом году перешел в восьмой класс. Говорит, в школе на переменах одноклассники разговаривали только о яхтах. Многие еще с прошлого года посещают секцию. Всю зиму Иван занимался с ними на теоретических занятиях, а сегодня его третий выход на воду под парусом. Впечатление супер, быстро, скорость, ну и как бы экстремально, потому что можешь в любую секунду перевернуться. А так вообще очень круто. Я бы, наверное, сравнил это с американским футболом. То же самое страшно, тебя снесут в любой момент. Очень круто, мне нравится. Сейчас в Харьковском клубе парусного спорта больше десяти лодок. Все они соответствуют международным стандартам. Ребята тренируются на яхтах двух классов. Кадет двухпарусная для команды из рулевого и матроса и одноместная для новичков. Эта яхта «Оптимист» – самая маленькая и маневренная из всех видов парусных лодок. Именно на такой яхте впервые выходят на воду юные спортсмены. Чтобы научиться уверенно управлять парусной лодкой, нужно не меньше трех лет, рассказывает тренер Андрей Голотов. Всю зиму дети изучают теорию, картографию, занимаются физической подготовкой. Но главное, чему стоит научиться – это спокойствие и гармония. Лодка не любит психов лодка. Лодке нельзя психовать, потому что ты сразу теряешься, теряешь ориентацию в пространстве. А это как фигурка 3D. То есть она и переворачивается, и крутится вокруг своей силы. Сейчас секцию парусного спорта посещают около полусотни школьников от 11 лет. Но летом детей прибавятся, говорят организаторы. Дети тренируют профессиональные мастера международного класса. Занятия бесплатные, но без поддержки родителей не обойтись. Спасательный жилет, гидрокостюм в осенне-весенний период и эксплуатация яхты, когда рвется много чего на яхте. Конечно же, это стоит недешево. Естественно, что без помощи родителей такие секции, такие кружки не выживают. На днях Харьковская школа парусного спорта отмечала открытие второго летнего сезона. Устроили регату среди воспитанников. В скором времени юные яхтмены отправятся уже на международные соревнования. Ирина Антонюк, Алексей Жучков, медиагруппа «Объектив». Продолжение следует...